Для школьников Ленинского городского округа провели экскурсию в Храм Рождества Христова села Беседы. Мероприятие было организовано местным отделением движения первых. Ребята здесь из разных школ. Я написала сразу же, как только появилась эта идея, разным педагогам. Мы никого не заставляли, просто узнали, кто хочет поехать, и с удовольствием нашлись желающие. Как вы видите, у нас сегодня здесь много подростков. С богатой историей храма ребят познакомил священник Александр Тарабрин. Он рассказал о годах расцвета святилища, о его закрытии в годы советской власти и дальнейшем возрождении. Обычно приезжают к нам люди более преклонного возраста, у которых есть свободное время. На посещение культурных памятников. Дети, конечно, появляются у нас реже в составе организованных групп, классами или группами. Это, конечно, происходит реже. Но мы над этим стараемся, активно сотрудничаем со школами и приглашаем к нам ребят. И обязательно несколько раз в году к нам приезжают в том числе и педагоги. Самым ярким впечатлением для школьников стал подъем на колокольню, откуда открывается живописный вид на окрестности. Юноши и девушки даже попробовали себя в качестве звонарей. Спустившись в колокольню, ребят пригласили в Нижний храм, где расположена трапезная. За чашкой чая отец Александр побеседовал с молодым поколением о нравственности и о том, что волнует молодежь сегодня. Школьники с интересом вступали в диалог, а также делились впечатлениями от экскурсии. Подъем, конечно, был не самый простой, но когда мы пришли, там были колокола. Очень интересно было в них попробовать, как говорится, постучать. Очень понравилось. Я узнала историю этого храма, посмотрела иконы и увидела много новых, которых в своем храме, который у нас в городе, не видела раньше. Я поднялась на колокольню, позвенила в колокол и было тоже очень интересно. Подобные мероприятия также проводятся на регулярной основе для организованных групп активного долголетия, жителей и гостей округа, интересующихся историей.